И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик будет посвящен игровой тематике. И сегодня мы вернемся к тесту тех вооружений, которые у нас были понерфлены какой-то определенный период времени ранее. Я до сих пор ничего не натестил, но я считаю, что время пришло и надо возвращаться к тесту и обзору тех вооружений, которые подверглись нерфу в нашем балансе. Сегодня это Гаусс. По устройствам у меня есть и электромагнитный залп, и бронебойный, то есть пробивающий, да? Но возьмем сегодня адреналин. Харька возьмем. Также по дрону это бустер. И посмотрим, что из себя на данный период времени показывает подобное вооружение. Кто не знает, Гаусс теперь у нас со сводкой работает намного-намного неприятнее и хуже. Моментально скидывается прицел, ну вернее не то, что прицел, а сводка сама Гаусса в тех моментах, когда вы хотите быстро уничтожить. Например, там противник заезжает за какую-то ограду, сразу ваша сводка спадает на ноль, и вы заново начинаете терять время на сводку. Это, конечно же, ослабило данное вооружение. Ну и посмотрим, насколько сильно все это дело повлияло, и посмотрим, можно ли сейчас так же грамотно и эффективно использовать данное вооружение. Ну, что я смогу его реализовать с такими званиями, это точно. Я не думаю, что здесь будут какие-то проблемы, но посмотрим. Пикнем сегодня контроль точек, пикнем осадочку, я думаю, что как второй режим для непосредственно Хори Гаусс, я думаю, что это будет Вери Вандефул. Поэтому почекаем, посмотрим, что из себя покажет данное вооружение. С адреналином я уже не играл тысячу лет, ну и интересно будет все это дело почекать, сильно ли сводка будет себя печально показывать, или же все-таки на Гауссе можно так же эффективно и легко играть. Если вам, к слову, друзья, игровая тематика до сих пор заходит, нравится, хотите видеть больше видеороликов, то обязательно не забывайте, во-первых, поддержать видеоролик, ну и, во-вторых, написать, какое вооружение или какие пушки, может быть, сочетание вы бы хотели видеть дальше, чтобы я все это делал, конечно же, за тесте. Так, что касаемо обычных выстрелов, здесь ничего не поменялось, поэтому я буду стараться больше именно сводиться по оппоненту. Было бы неплохо, конечно, грамотно еще бустера свои реализовывать, дабы был максимальный плюс от вооружения. Ну и в одном из видеороликов я думаю, что я посвящу еще свое внимание вот этому новому статус-эффекту, потому что он у меня вызвал очень большое количество определенных вопросов, и я, честно, до конца не понимаю, зачем его в нашу игру вообще ввели, поэтому в ближайшее время, в ближайшем будущем, я бы сказал даже так, я как-нибудь вам расскажу об этом все, что я думаю, и могу вам сразу сказать, что я не особо доволен вот этой вот сей замечательной вещью. Ладно, пока у нас очень неплохо идет, 10 киллов, 200 очков. Катка, конечно, ну, как я уже сказал, изначально попалась с какими-то лоу-рангами, и здесь, конечно, ничего сложного не должно быть. Попробуем дать сводочку. Помните, как раньше можно было сводить по танку, отжимать, например, от него, и потом обратно доводить. Вот, например, вот так вот делали, вот так, и обратно, да? И сводка продолжалась, да? Все было very wonderful, все было четко, но сейчас так не работает больше, не работает, к сожалению. И это, конечно, определенный минус, потому что если, например, по танку, который только отреспался, вы хотите свестись, и, например, отвести на миллисекунду, чтобы ноль урона не выдать, да? То вы этого уже сделать не сможете. И в определенных моментах это своего рода даже не то, что минус, огромнейший минус, огромнейший минус. И я, когда первый раз увидел, что произошло с Гауссом, и решил там на нем немножечко покатать, то как-то, ну, было некомфортно, некомфортно. Понятное дело, что со временем ко всему можно привыкнуть, но первое время так точно было как-то не по себе. Но, как вы видите, Гаусс себя неплохо показывает по киллам. Может, конечно, только в этом бою у меня так все круто получается. Но посмотрим, что у нас будет и после этого всего дела, да? Посмотрим, что будет, например, в осаде. Было бы неплохо, кстати, еще овердрайвы юзать грамотно. Пока, конечно, применения им особо не нахожу. Ну и, к слову, адреналин тоже очень достойный, да? Я бы сказал, что устройство, которое было раньше актуально, да? То есть, у кого нету ни магнитных залпов, нету ни пробития, раньше было актуально максимально четко это устройство. Сейчас, в принципе, ничего абсолютно не поменялось. Адреналин также интересен, актуален, и на нем все так же грамотно и эффективно можно наваливать, нагибать, ну и комфортно себя чувствовать в матчмейкинговых боях. Так, ну а мы первый бой выигрываем с засрочкой. 400 очков, 20 на 4. Очень легко. Очень легко и очень скучновато. Хотелось бы что-то потникового, чтобы был прям лютый потецкий. И в этом лютом поте уже посмотреть, насколько хорошо себя будет показывать это вооружение. Потому что у меня есть вопросы. Есть вопросы к нему. И вот Васана, может быть, покажет. Может быть, покажет истинное лицо и возможность вообще этого вооружения. Смогу ли я его грамотно реализовать, или же все же оно себя уже не так круто будет показывать. Ой, какая же шикарная, просто бомбическая карта. Песок. Лучше карты, я думаю, что быть не может. Для Хорната Гаусса. Ну вот теперь здесь мы уже... Все вместе с вами и увидим. Так, 3400 со сводочки. Не сказать, что много с бустером, но и не сказать, что мало. Неплохо залетело. Слово, вот это тоже неплохая комбинация Крусейдера. Страйкер. Интересная такая очень. Так, ну и что-то как-то мы просто захватываем. Я думал, сейчас тут как Титаны начнут против бороться. И будет очень-очень тяжело. Но, к сожалению... Пока что все просто. Пока что все просто. Надеемся на то, что сейчас противник будет потеть. Надеемся на пот от противничка. Если противник запотеет, будет неплохо. Если закончим вот так вот на изи катке. Будет немножко обидно. Будет немножко обидно, что сопротивление так в бою мы и не встретим. Но, отлично, что у меня есть еще на Хорюк здесь иммунитет от Эми. Никакие Гауссы с пробитием. Ой, с пробитием, говорю, с отключением расходки мне не могут ничего сделать. Захватываем вторую точку. Ну и вот, видите, вот этот вот ноль урона. Которого, по сути, могло и не быть. Если бы я мог бы отвести просто башню. На одну миллисекунду. Но сейчас, если я отведу на миллисекунду, то сразу эта сводка моя сбросится. Ой, контейнер летит на центре. Офигеть, я даже не видел. У нас даже волт какой-то есть на карте. Слово, еще и торты падают сейчас. Был бы тортецкий какой-нибудь бомбический. Я тоже хотел бы его получить. Ну ладно. Так, сводка, что-то я поторопився. И не успел прожать грамотно овердруйв. Так, ладно, хорошо. Мы идем в 2-0. Сейчас я надеюсь, что противник начнет потеть. И не даст нам закончить досрочку. И вот мы там уже и посмотрим. Всю. Мощь или не мощь. Гаусса. Еще и с харючком. Ой, хорошо. Очень грамотно спадает. Хорошую сводочку на семерочку оформляем. Добавку сразу еще. Четко, четко, четко. Четко. Еще кильчик. Хорошо. Ну, честно говоря. Честно говоря. Не особо чувствуется вот эта вот сводка. если вы грамотно находите определенную позицию. То есть, если вы по позишену все четко делаете, то и не чувствуется то, что, ну, вот эта вот сводочка, да, как бы там на отводах накидку какую-то давать. Да, то есть, нет такого ощущения, что там Гауссу чему-то чего-то не хватает. Да, то есть, если... Просто надо как-то немножко больше подстроиться к этому. Да, то есть, здесь, как бы, понятное дело, минус. Но, если к нему подстроиться и понять, как это все дело работает, то уже намного-намного проще. Так, ну, пока противник начинает камбэчить. Камбэчить. Ой, хорошую сводочку оформляем с бустерочком. Так, ну все. Тут уже начинается трайхардная какая-то. Хорошую бомбочку сейчас наш тиммейт оформляет под куполочек. Надо сейчас пытаться точку не отдавать. Не отдавать! Ну что ты встал, боже, бык! Здесь точка уходит у тебя. Ты стоишь АФК. Ё-моё, чел. Чел, ну просто чел. Хорошо, работаем. Вот это сводки, я понимаю. Просто моё уважение. Отлично. Very wonderful. Шикарно, не отдаём. Стараемся удерживать. Если четвёртую заберём, то это уже, считайте, победа. Бесшансовая. Но пока ещё надо запотеть. Пока что ещё надо запотеть. Постараться ещё её удержать. Мне по тиммейтам, конечно, не сказать, что... Всё круто. Поэтому, может быть, ещё будет очень даже... Тяжёлая концовочка этого боя. Сводка печальная. Максимально печальная. В ноль урона ещё и фулл себя. Да, дал. Габелла просто какая-то. Ладно. Пока что наши тиммейты контролируют точку. И это хорошо. Хорошую сводочку попробуем сейчас оформить. Шикарную на 7000. И сейчас вот этого титана тоже можно слить. Мамот будет прожимать овердрайв, скорее всего. Но там арест наш тоже очень грамотно сработал. Хорошо. Бомба от Воспика. Поражать овердрайва. Но это было... Я хотел, чтобы на всех, конечно, пробитие там нанеслось. Ну ладно. Так, точку контролируем. Пока что минута 50. Надо держать. Надо держать. Сейчас вот это вот главное не отдавать. Ну, братанчик. Ну что ж ты как? Я не знаю кто. Хорошо! Шикарная! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Залетает. Просто жёстко. Не, ну это комбина просто. Уничтожает. Как в старые добрые времена. Ничего, по сути, не поменялось. С того периода времени. Да. Всё так же можно грамотно и чётко использовать данную комбинацию. Так, ну чё, овердрайв пока не прожимает. Так, у меня нет овера. У меня нет овера. На Титан поставил купол. Это похоже на то, что сейчас противник сумеет захватить вторую. Или не сумеет захватить. Не знаю, надо, чтобы кто-то запотел сейчас. На точке, на точке, на точке. Хорёчек. Хорошо, хорошо, работаем. Работаем, пробовать. Надо пробовать забрать. Хорошо, шикарно. Всё, это почти победа уже. Сто процентовая. Ну и мне ещё было бы неплохо пару овердрайвов юзнуть. Ой-ой-ой-ой. Какая неприятная бомба. Очень таймингово хорошая для противника. Но, к сожалению, не для меня. Так. Ну и пробуем сейчас реализовать. Вот так вот, наверное. Пробуем. Ладно, хорошо, мне сливают. Ну, стоит 29 секунд. Всё чётко. В этом плане всё чётко. Чётко то, что мы потянули эту катку. Можно сразу по 2800 ещё добавку накинуть. И попытку свестись. Хорошо. И теперь можно ещё, если получится, забрать эту точку, да? Если получится, конечно. Но, наверное, нет. К сожалению, уже по скорости не хватает. Но! Хорегаус себя великолепно просто, великолепнейше показывает. Не сказать, конечно, что у меня нереально большое количество киллов, да? Катка такая потноватая получилась. Но те моменты, которые нужно было реализовать в осаде, Хорегаус себя максимально грамотно и эффективно сумел показать. Поэтому я считаю, что тот нерв, который произошёл на Гаусе, и многие ребята, которые заходили даже на стримы, где-то там ещё писали о том, что Гаус занерфили, теперь на нём так уже нельзя нормально покатать, понагибать, то я могу сказать, что да, нерв есть определённо, да? Эта сводка моментами может где-то зарешать, но к этому можно определённо привыкнуть. Где-то более правильные углы надо выбирать просто и работать более прямолинейно теперь с Гаусом, не выбирать какие-то нереальные сводки и, в принципе, никаких проблем у вас с реализацией этой пушки, сводки и обычных всех выстрелов не будет. Хорегаус, как и всегда, максимально актуален, что для осады, что для контроля точек, и всё так же грамотно и эффективно его можно реализовать в матчмейкинге. Поэтому, друзья, берите на заметку, если ещё кто не знал, если вам подобные комбинации нравятся, то играйте и с удовольствием разваливайте матчмейкинговые бои. У меня, друзья, на этом всё. Если вам понравился данный видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать его лайком, подписываться на канал, если ещё вдруг этого не сделали. Ну и, как я уже говорил, пишите вооружение, сочетание, возможно, какие-то дополнительные идеи, которые вы бы хотели видеть в ближайших видеороликах, в игровой тематике. Я буду стараться в ближайшее время все эти новые, возможно, ваши идеи, возможно, какие-то ещё мои мысли реализовывать в игровых тематиках и возвращаться с большей активностью на танковый YouTube. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok